Со времени изобретения печатного станка Иоганном Гутенбергом прошло уже более 500 лет. С момента выхода первой российской газеты прошло более 300 лет. 13 ноября отмечается День российской печати. Об истории праздника и современном состоянии печатных СМИ наш сюжет. Четвертая власть, пресса, масс-медиа, как только не называют современную журналистику, одним из флагманов среди СМИ до сих пор считается периодическая печать. Несмотря на то, что большинство изданий ушли с традиционного бумажного исполнения в интернет, в России на сегодняшний день зарегистрировано чуть более 33 тысяч периодических изданий. Газеты и журналы пользуются спросом не только в тех местах, где на сегодняшний день присутствуют проблемы с интернетом, но и среди людей ретроградных взглядов. 13 ноября принято отмечать День российской печати, который стал профессиональным праздником среди журналистов. Сам праздник имеет 30-летнюю историю. Он был утвержден в 1991 году, а вот историческая подоплека уходит аж в 18 век. Именно тогда, 13 января 1703 года, в свет вышла первая российская печатная газета «Ведомости». С того момента прошло более 300 лет, и многое в журналистике претерпело изменения. Причем, если раньше печатные СМИ активно наращивали аудиторию, то сейчас с этим наблюдаются проблемы. Сейчас печатные СМИ, конечно, теряют свою актуальность, потому что на первый план выходят сетевые СМИ, социальные сети выходят, люди сами становятся как СМИ. То есть гражданская журналистика развивается сейчас высокими темпами. Поэтому традиционные периодические печатные издания потихонечку теряют свой вес. На сегодняшний день работа с бумагой остается делом сложным и затратным. И дело даже не в затратах на выпуск газеты, ее печати, верстку. Вопрос стоит гораздо глобальней. В том, что для печатной прессы писать сложнее. Для интернета, конечно, писать гораздо проще, потому что для бумаги, допустим, ты ограничен какими-то определенными рамками, но там размером полосы, размером статьи, там можно столько-то тысяч знаков или сот знаков. А в интернете таких ограничений, как правило, нет. Ты спокойно пишешь, сколько тебе надо. И хотя перспективы развития современных печатных СМИ остаются туманными, оно, безусловно, произойдет. Вообще, что касается и периодической печати, в частности, и в целом медиаиндустрии, то это, пожалуй, единственная отрасль экономики у нас в стране, во всяком случае в России точно, которая не имеет, к сожалению, своей стратегии развития. Сегодня на вопрос, что будет, что вы хотите, в каком масштабе, объеме, с какой целью, на какую аудиторию, с каким эксклюзивом, каким именно форматом воздействовать на общественное сознание посредством, в данном случае, принта, печатной продукции, вам не способен ответить ни один из тех, кто реально управляет сегодня вот издательской деятельностью, деятельностью по производству периодической печати журналов и газет. Важно отметить, что День Российской Печати – праздник не только для работников периодических изданий, но и всей российской журналистики. Александр Фирсов, Ленар Довлетьяров, Универньюз. День Российской Печати